В фигурном катании редко случаются допинг-скандалы, тем громче резонанс от недавней новости. Участницу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, призера чемпионата России и финала гран-при Марию Соцкову забанили на 10 лет за сокрытие употребления запрещенного препарата. Соцкова уже завершила карьеру, и запрет на выступление от Русада для нее роли не играет, но зато сильно бьет по репутации одного из самых чистых видов спорта, которых в России с каждым годом становится все меньше и меньше. При этом, всей этой истории легко можно было избежать, отнестись Соцкого и ее тренеры ответственно к своим обязанностям по допинг-отчетности. Как сообщает ТАСС, Соцкого подделала медицинские документы, чтобы оправдать положительную допинг-пробу. Недавно об этом стало известно Русада. Российское антидопинговое агентство начало расследование, по итогам которого приняло решение отстранить Соцкого от соревнований сроком на 10 лет. При этом Мария недавно объявила о завершении карьеры. Почему же тогда ей занимается антидопинговая комиссия? Как оказалось, Соцкого не оформила необходимые документы и до сих пор числится как действующий спортсмен. В марте этого года Мария еще надеялась вернуться в спорт, хотя было очевидно, что это маловероятно. Пик ее карьеры был перед Олимпиадой-1018 в Пхенчхане, в Корее, хотя она и осталась без медали, но выступила достойно. А вот дальше все было совсем плохо. Предпоследние места, пропуск соревнований, травма, смена тренера. Финальным аккордом стал прокат осенью 2019 на мемориале Дениса Тена, где чисто исполнила в произвольной всего один прыжок. Одной из проблем Соцкого был лишний вес. Она сильно выросла и набрала мышечную массу, которая мешала показывать прежнюю технику. Мария приостановила выступление и, вероятно, пыталась резко сбавить вес. Об этом могут судить следы фуросемида. Этот препарат используют как раз для сгонки веса. Сбросить вес не удалось, и Соцкого оставила попытки реанимировать карьеру. Только вот не посчитала нужным объявить об этом общественности и оформить все официально. Поэтому теперь к ней много вопросов от Русада. Первый – это причины пропуска регулярных допинг-тестирований с конца 2019 по 2020 год. Второй – откуда в крови взялся фуросемид. Сама же Соцкого не придавала ситуации значения. Как заявляют источники Russia Today, тогда к ней пришли за очередным допинг-тестом. Она долго не соглашалась и пыталась объяснить офицеру Русада, что уже закончила выступать. Но так как документально она об этом не заявила, тест сдавать по протоколу обязана. Проверки Мария была не готова, и вместо того, чтобы получить минимальный и номинальный по факту бан на несколько месяцев за не самый серьезный допинг, Соцкого пошла на обман и предоставила антидопинговому агентству поддельные документы, которые должны были объяснить причину пропуска тестов и наличия в крови запрещенного препарата. Мария совершила сразу несколько роковых ошибок. Вместо того, чтобы официально завершить карьеру и забыть о существовании допинг-коофицеров, она пошла на обман и серьезное правонарушение, которое и не могло сработать в единственное оправдание фуросемиду – это официальное терапевтическое исключение от ВАДа. Всемирное антидопинговое агентство в целом лояльно относится к препарату и удовлетворяет большинство запросов. Мария могла просто обратиться в соответствующие просьбы в федерацию, и ей бы оформили разрешение. Теперь же, хоть и бан все равно номинальный, резонанс случившегося побудил Русада провести дополнительное расследование. И если по его итогам обнаружится новое несоответствие, то тогда все спортивные успехи Соцкого будут аннулированы. А судя по ее отношению к антидопинговым правилам, шансы на это высоки. История Марии – это отличный урок другим фигуристкам. В России не принято вовремя заявлять о завершении карьеры. Адалина Сотникова почти 4 года пыталась изображать попытки вернуться в большой спорт. До сих пор не повесила официальные коньки на гвоздь другая олимпийская чемпионка Сочи Елена Ильиных. Елена последний раз была на соревнованиях в 2017 году, а сейчас уже работает тренером. Но при этом до сих пор считается действующим спортсменом. Много вопросов и к Алине Загитовой, которая говорит о работе над четверными, но при этом предпочитает работу в ледниковом периоде, контрольным прокатом сборной. Только вот статус действующего спортсмена – это не только зарплата от Минспорта РФ и спонсорское внимание, но еще и ряд обязательств, в том числе перед допинговыми структурами. При экламенту безопасности Русада спортсмен должен постоянно отчитываться о своем местонахождении и регулярно проходить тестирование даже во вне соревновательное время. Это весной, пока все сидели на самоизоляции, допинг-офицеры все равно приходили к спортсменам и не чтобы проверить их на антитела COVID-19. Многие используют перерывы между стартами для фармацевтической поддержки организма, и ВАДА ведет с этим строгую борьбу. Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в команде Екатерина Боброва поделилась мнением о возвращении Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Екатерина, какие у вас эмоции после возвращения Медведевой к Тутберидзе? Эта ситуация была неожиданна для всех, но я предлагаю порадоваться за Евгению, которая вновь обрела тренера, потому что в пандемии у нее нет возможности улететь в Канаду тренироваться. С Брайаном и Тресси. За Этери Георгиевну, от которой ранее ушел ряд специалистов и спортсменов. Сейчас Тутберидзе воссоединилась с Медведевой, которая тренировалась у нее с детства. Они знают друг друга, поэтому притираться им практически не надо. И конечно порадуемся за нашу федерацию, потому что все встало на свои места. Предполагаю, работа Медведевой за границей вызвала некие затруднения, а сейчас все изменилось к лучшему. Екатерина, такой ситуации могло бы и не возникнуть, если бы не пандемия. У многих все могло быть по-другому, если бы не пандемия. Я считаю, что все, что не делается, все к лучшему. Вы общались с Медведевой после перехода? В каком она расположении духа? Не буду раскрывать все карты, у нее все хорошо. Женя сказала, посмотрим. Сейчас сложно комментировать все случившееся масштабными выражениями, поэтому будем наблюдать за этой ситуацией со стороны. Екатерина, при подготовке у Тутберидзе спортсмен попадает под большие нагрузки. Учитывая травму спины Медведевой, она может ждать для себя особого подхода. У Этери Георгиевны строгий подход, но если он продолжает давать результаты, зачем же его менять? С другой стороны, в 2018 году Женя ушла от этого специалиста по определенным причинам. Не хочу допускать неосторожных высказываний, чтобы меня не поняли неправильно. Запасайтесь попкорном. Я уверен, что об этом дуэте мы еще обязательно услышим. Екатерина, ведь обидно, что на Кубке России в Сызрани мы не увидим Медведева. Это было объективно, учитывая форму, в которой Женя предстала на прокатах. Но я вижу перспективу в ее программах. После перехода они наверняка что-то поменяют, учитывая уровень, формы и травму Жени. Возможно, они просто взяли чуть больше времени, чтобы подготовиться. Сейчас нестандартная ситуация, потому что все рассчитывали на этапы Гран-при. Раньше к этапам Кубка России относились так, приедете, будет здорово. Их использовали как разминочный шаг к сезону. А сейчас Кубок необходимая история, чтобы попасть на чемпионат страны. Федерация это очень строго дала понять. Надеюсь, что для звезд нашего фигурного катания будут сделаны исключения. И Женя сможет выступить на двух других этапах. Сейчас она берет время, чтобы выдохнуть, долечить все травмы, начать нормально тренироваться. Подумать над программами и со своей командой принять план действий. Екатерина, как вы считаете, переход Медведевой к Тутберидзе – это ставка на Олимпиаду или что-то более локальное? Я, наверное, даже не коснусь этого, потому что у меня совершенно другие мысли относительно того, что сейчас происходит. Для меня, как для фигуристки и болельщицы, Жени Медведевой важно, чтобы ей было комфортно. Я хочу, чтобы решение о переходе оправдало себя. Хочу, чтобы ей было хорошо и она показывала высокие результаты. Пока не нужно думать о каких-то соревнованиях. Пусть это останется в голове Жени и в мыслях группы. Я всех просто призываю следить, смотреть, болеть и переживать. Екатерина, как вам кажется, ей пошел на пользу полученный опыт в Канаде? В Канаде не было такого давления, которое было у Тутберидзе. Сложно, когда ты катаешься, вокруг тебя много других девочек, прыгающих четверные. В Канаде у Жени не было ничего, что могло бы ее сломить. В России у Медведевой оставалось меньшее самостоятельности. А в Торонто она была с мамой, которая не так сильно ее контролировала. Женя сама решала, что делать, на какой массаж сходить, что есть вечером. Это было становление самостоятельного человека, что хорошо. А как Медведева сейчас воспримет строгость Тутберидзе? Мы не знаем, как сейчас повернутся их отношения, потому что у Ветерии Георгиевны это тоже первый случай, чтобы спортсменка высокого класса уходила, а потом возвращалась в ее группу. Такое и Женя в первый раз. Но она прежняя и нынешняя. Это два разных человека. За два с половиной года она сильно повзрослела. У нее появились новые интересы. Что-то, может, и в группе поменялось. Призер Олимпийских игр, известный продюсер, и хореограф Илья Вербух заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова серьезно относится к роли ведущей телешоу. Однако все ждут появления фигуристки на официальных турнирах. Загитова не участвовала в контрольных прокатах фигуристов сборной России, которые прошли в Москве с 12 по 13 сентября в связи с занятостью в проекте «Ледниковый период», продюсером которого и является Вербух. Алине не просто, но она большая умница. Она учится, старается. Ей нравится этим заниматься. «Она ведет над собой большую работу, относится к делу достаточно профессионально», сказала Вербух, говоря о работе Загитовой в роли ведущей. Отсутствие Алины на прокатах стало не столь приятной новостью для зрителей. Мы все ждем ее выступления на льду, но борьба в женском одиночном катании очень серьезная. В минувшем сезоне Загитова приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре 2019 года в Красноярске, но зимой текущего года возобновила активные тренировки. Однако в межсезонье фигуристка поступила на дневное отделение в Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственной Службы и стала ведущей телепроекта «Ледниковый период». Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о работе с Алиной Загитовой на съемках телепроекта «Ледниковый период». Как вам работа с Алиной во втором выпуске? Она добавила, «Уже на прошлой неделе я говорил, что она ответственно относится к этому делу, и вновь произошел скачок вперед. Думаю, вы сами это слышали, и не зря вы киваете за камерой. Небо и земля, честно. Первый выпуск всегда волнительный, даже у меня было волнение, потому что долго не было этого проекта. Естественно, тогда Алина еще была со всеми на «вы». Для нее это был такой шок, а сейчас все успокоились. Она снова пришла подготовленная по всем подводкам, и самое главное, что у нее есть достаточное спокойствие, которое дает ей возможность самовыражаться и говорить более спокойно. В следующий раз будет еще круче. Скажите, Алина перешла на «ты»? Нет. Думаю, что так и не перейдет. Мы шутим, что Алине 18, а мне 40, и когда я выигрывал, она была совсем маленькой. И даже в одной из подводок я ее спрашиваю, «Алина, когда ты играла в игрушки?» А она отвечает, «Это такой тактический шаг, чтобы подколоть нашу разницу в возрасте?» Ну, на «вы» ладно, хоть и в паспорте 40. Мне настолько непривычно, когда я слышу, что ко мне обращаются на «вы», значит, я уже старенький. А по психологическому возрасту я пацан 15-летний. Окей, 18-летний. Получается, мы с Алиной одногодки по состоянию. Алексей, вчера прямо по ходу передачи изменилось поведение Алины. До перерыва она говорила по одной фразе, а в перерыве произошло резкое включение. Зная, что Алине тяжело, естественно, хочется помочь. Я привык брать интервью спортсменов в процессе. Ты отталкиваешься от ответов, которые ты слышишь. Сейчас надо давать Алине выговориться. Она сама по ходу пьесы видит, что происходит на льду. Готовится, у нее есть вопросы. Уже не нужно встревать, помогать. Кис энд край Алина спокойно начинает общаться. «Да, такое включение. Во время перерыва мы сделали гарантировки. И все пока работает», – сказал Ягудин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова